всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников знакомиться с их автобиографии леонард брам голландский художник живописец рисовальщик и гравер так называемого золотого века голландской живописи мастера форта романист известен также под прозванием леонардо ночной благодаря изображение ночных сцен с особенным эффектом освещения выдающим при страсти художника к необычной одежде обстановке работал также в области бытового исторического жанра я цитирую и теперь родился 24 декабря 1596 года в дельфте южной голландии это город известный своими художественными ремесленными традициями и прежде всего дельской школой живописи в возрасте 18 лет отправился путешествовать по франции и италии 1616 году прибыл в рим там он пробыл до 1628 года брамер очевидно хорошо знал своего выдающегося современника из дельфта и она верно ибо встал на его защиту когда его будущая свекровь пыталась помешать ему жениться на ее дочери на самом деле вполне вероятно что учителем вермера был не карлос фабрицу свою очередь ученик рембрандта а леонард бромер несмотря на то что стили живописи обоих художников различны бромер также был одним из немногих голландских художников писавших фрески этой техники он научился в италии но ни одна из его фресок не сохранились как и настенная живопись на холстах в италии бромер испытала значительное влияние творчество якопа бассана фетти монтене и вероны время бромер стал одним из основателем общества перелетные птицы объединение иностранных художников прибывавших в католический рим из северных стран главным образом из нидерландов и германии его пребывание в риме закончилось в октябре 1627 года после того как он был вовлечен в поножовщину в гостинице в которой клод лорен известный французский живописец также член перелетных птиц пытался выступить посредником надвигающие судебные разбирательства заставила его покинуть рим после 1628 года вернулся в дельфт где в 1629 вступил гильдию святого луки дельфтского неоднократно был его главой расписал дворец принцент хофф дельфт оставая всю жизнь холостяком бромер много работал до конца своей жизни которая оборвалась в родном дельфте в 1674 году выборе сюжетов он оказывал предпочтение скорее итальянской нежели нидерландской школе живописи обычно он выбирал мифологические аллегорические исторические еврейские сюжеты держался в стороне от традиционных голландских жанров таких как пейзаж натюрморт и портрет бытовой жанр редко прибегал и к итальянским пасторальным сценам популярным среди утрехских караваджистов был разносторонним художником изготавливал картоны подготовительные рисунки для габелинов ткацких фабрик расписывал стены потолки оставался необычайно продуктивным мастер вплоть до своей смерти в 1674 году исследователи насчитывает около 350 его картин известен как выдающийся рисовальщик его наследие в этом виде искусство состоит из 1300 листов из которых около 200 находится в современной пинокотеке в мюнхене знаменитый альбом брамора созданный между 1642 и 1654 годами и ныне хранящийся в лейдами содержит множество зарисовок с картин дельфских художников на живописный стиль брамора оказали влияние адам эльсхаймер и мастер фресковой живописи агастина тасси во время своего пребывания в риме у него была возможность работать агастина тасси который занимался или низкой живой очевидно также влияние который оказал на него караваджо геритван хондхорст и другие художники караваджисты в 1674 году после смерти автора работы брамера были выставлены на продажу как я уже говорил умер художник 10 февраля 1674 года дельфти вот так вкратце из переводной википедии о голландском художнике и живописце рисовальщике гравюре так называемого золотого века голландской живописи мастере афорта романисти леонард брамер пока пока до свидания смотрим работы мастер фресковой